Женщина заходит в аптеку и спрашивает, что лучше, валидол или димитрол? Она говорит, зачем вам? Какой диагноз? Она говорит, туфли за 30 тысяч для мужа. Муж спец. Я не знаю, у кого проблема у вас или у меня, ничего не поняла. Я Лариса Гузеева, в эфире «Давай пожениться». Добрый вечер. Сегодня у нас три невесты. Ольга, Лариса и Диана. И бороться они будут за Артура. Ну что, страшно? Пойдемте. Артур, 52 года. Профессиональные амбиции заставили его сменить страну проживания, но супруга не поддержала его и подала на развод. Артур, адвокат. Интересуется политикой, женщинами и недвижимостью. Любит ходить в дорогие рестораны. Восхищается красотой Надежды Грановской. Мечтает, чтобы будущая жена подарила ему дочь. Артура не привлекают распущенные блондинки с вредными привычками. Женится на грациозной брюнетке, которая будет служить ему музой и осуществит его мечту. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Приятно нам вас видеть. Я вам хочу цветочки, маленькие. АПЛОДИСМЕНТЫ Последнее желание. Так и я предлагаю вам. Прежде чем начать вас пытать, я вот хочу вам сюрприз устроить. Надюха, заходи. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, Грановская. Живая Грановская. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень приятно, что адвокаты тоже мне интересуются. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, видно, что жених заволновался. Заволновался и смотрит на... Ну, еще бы с такой девушкой. Будем знакомиться с невестами, нет? Ну, девчонки, ну, конечно, будем. Я уже девушка практически замужняя или замужняя. А, то есть у тебя все хорошо? Ну, у меня вообще, в принципе, все хорошо. Не важно, я одна в жизни или замужняя. Я человек самодостаточный, поэтому у меня в любом случае все хорошо. Вот, а вас нужно женить обязательно. Такой статный мужчина просто не должен оставаться один. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы ведь женились в сознательном возрасте? Да, я женился... Мне было 29 лет. И я, как бы, увидел сон и понял, что если до 30 лет я не женюсь, как бы, я, как бы, пропущу, как бы, свое время. А в вас течет какая кровь? Во мне много крови, как бы. Ну, преобладает. Если вы хотите знать, откуда я родом, корни мои с Эфиопией. Ничего себе, я думала, Армейный муж живой. Я тоже думала, кавказская какая-то национальная. Смотри, такие брови. Ну, я родился на горном Карабахе. Такая республика с ней признанная. Ага, ясно. И это там вы с соседкой Романа решили завести? Нет, нет, это не там. Это потом вот были известные события в Баку, как бы. Мы жили в Баку, как бы, да. Потом переехали в Армению, и мы были соседики. Мы жили в одном коридоре, как бы. Это была так, полуобщага была такая, как беженцы были. Ну, как-то у меня были какие-то мысли к ней, как бы. Но он все время как-то не решался сказать, как бы. Потому что отношение она такая выглядела, очень так, тоже грациозная, как бы, такая вот, такие строгие, такая. Мы даже здоровались через раз. А он так интересный, когда начинает говорить, прям так вот, прям, знаешь, такая идет энергетика от него. Вот, когда посмотрел на часы, я понял, что, как бы, я не бессмертный, как бы, да. И что можно было остановить, как можно остановить время? Время можно остановить, я понял, только через ребенка. Потому что, когда ребенок будет, время останавливается, ты наоборот уже, как бы... Это ваше бессмертие, естественно, и наше, да. Я понял, что, ну, естественно... И стал здороваться с ней чаще, прям по пять раз на дню. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет? Я набрался смелости, как бы, пришел к кому-то... Выпил перед этим? Нет, нет, я не выпивши был. Я пришел к ней и сказал, знаешь, когда много встречаешься с женщинами, очень много общаешься, вот это слово я не мог выговорить, давай пожемимся. Потому что это было первый раз. И я сижу, она смотрит на меня, как на дурака. И я как украл, выдавился, говорит, давай пожемимся. Она говорит, ты что, дурак, что ли? Ты даже со мной не здоровся, говорит, я тебе не знаю. Я сказал, тебе три дня сроков. Мне времени мало, я должен до 30 лет, чтобы мне был ребенок. 9 месяцев минус. Осталось нам месяц, 2-3, подготовка. Она сказала, нет. Она говорит, тогда я в душ побежала. Вот так, математический расчет. И он решил, что ему надо. Да, и все, да, да. Все равно, все равно, надо ли это делать, какие гены, да. Я говорю, тебе очень трудно сразу вот так сказать слово, да. Я говорю, смотри, я тебе расскажу притчу, а ты слушай внимательно. И делай, вот как я тебе расскажу. Было два друга, как бы, да, они дружили. У этого друга одного была сестра. И вот он тоже, так же, как я, не мог, как бы, сделать ей предложение. Кажется, приходит и не говорит. Я вот, как бы, все выдавил, а ты даже не отвечаешь. Я говорю, смотри, как бы, да. Я говорю, если ты согласна, то ты, когда я буду ходить, как бы, да, я выйду куда-нибудь, ты мне положи в карман что-нибудь ненормальное. Вот в той притче девушка положила морковку в карман, по-моему, жениху. Я говорю, я вышел, пришел, смотрю, у меня в кармане кусачки от сахара. Ух ты. Я говорю, это твой знак. Я говорю, все, тогда мы быстро делаем свадьбу. Смотри, эмоциональный такой, да, как и я. В общем, в течение трех месяцев я сделал свадьбу, и как раз мой сын родился 3 января. Какой вы молодец. А когда решили уехать в другую страну, в Америку? Мы собрались в 98-м году, переехали в Америку, как бы, да. И там она забеременела, в Париже, как бы. Вторым? Да, вторым. И родился ребенок, вот Джордж, второй сын родился, все нормально, хорошая парень. И вот вы вынуждены были пойти работать, шиферить. Да, ну такси, как бы, это самое, это такое, она в Америке считается так, она, в общем, быстро, так можно заработать неплохую копейку, в принципе, там, через здоровье, через труд, как бы. Ну, я устроился, правда, языка не было у меня, потому что я изучал немецкий. Она была недовольна вашей работой? Ну, она, как бы, знаете, женщина, как женщина любит ушами и, вот, как бы, окружающим миром, как бы. А вы приходили никакой у Хайдафтаны после работы, да, вам уже не до комплиманов? Я приходил, как бы, в смысле, там, работа тяжелая, приходишь, уставши, ложишься, спишь. И тут она стала показывать свое недовольство? Ну, естественно, она работала в банке, я устроил ее на работу в банке, ну, как бы, приходят вот эти семь, тамошние, вот, эти коммуники, и говорят, ой, Линочка, как тебе не повезло, вот, твой муж такой алкоголик со шрамом, там, пятый, седьмой, ва-вай, как тебе жизнь не повезло? Ну, а так, да, вот, мне не повезло, действительно, ты моя судьбу, там, погубила пятый седьмой. Они могут напеть в уши. Тебе он нравится? Очень нравится, очень красиво и стильно одет. Ну, он галантный такой, галантный. А женщины еще там в Америке стали появляться? В Америке нет, в Америке опасно иметь женщину, потому что, мне там судили за сексуал арасмент, что подходит под сексуал арасмент? Если ты смотришь женщину прямо в глаза, если ты, допустим, облизнул губу, смотрел на нее, если ты вот так, ты вот так, как-то вот так предсмокнул или от сегодня еще посмотрел, значит, гарантирует. А у вас кровь-то какая, конечно, и вы, ну, естественно, след. Пару раз предсмокнули. Грановская, тебе там в Америке делать нечего, там пол в Америке будет тебе в цельме. Я могу вообще вот так посидеть. Да, да, да. Видишь как, то есть это другой менталитет. На сегодняшний день в сухом остатке у вас двое детей, которые живут в Америке. Да. Сколько им лет? Одному 20, 21 вернее уже, как, второму 14-15. Помогаете, которому 14? Да, на мере возможности, естественно. А сейчас где живете? Живу в Москве. На что живете-то? Ну, у меня дом с землей возле метро Метинина. А вот вы пили и курили, сейчас бросили, я так поняла. Да. Но здоровье-то еще позволяет? Да, конечно. В этом генетический код у меня очень сильный, потому что мой прадед, первый раз женился в 60 лет. Смотри, как прониклись к нему все. Все женщины сидят, он их обаял. Вы человек искушенный, много уже пережили свои 52 года. И девал-деал женщины у вас очень, очень непростой. Очень красивая, да. Ну, конечно, красивая, признанная всеми. Но это всего лишь красота. А если бы столкнулись со мной как с человеком с характером, то, конечно, вряд ли бы вы на мне женились. Прямо в глазах написано, Агнец Бойва, ну что ты. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая ты, Лариса. АПЛОДИСМЕНТЫ Какая ты, Лариса. АПЛОДИСМЕНТЫ Надежда, на что будете закрывать в браке глаза? Как сказал Антон Павлович Чехов, все должно быть прекрасно. Душа и тело. Должно быть все в разумных границах. Все должно быть понемногу. А вы таких видели? Я как бы жил с такими даже, скажем так. Так где же они теперь эти? Ну, как бы так получилось, что я отпускаю. А, кстати, они от вас уходили или вы уходили? Скажем так, я делал так, что они меня отпускали. Потому что женщин много красивых. Ну, тогда, знаете, если, Лариса, позволишь, я вам как сваха, знаете, какую невесту буду выбирать, которая вам здоровье еще сохранит и разрешит жить подольше? Ну, мне, знаешь, вот кажется, что я из трех претенденток самая лучшая. Я верю очень в судьбойносные встречи. Я желаю, чтобы вот из этих трех девочек или женщин, вот, чтобы вас ёкнуло на какую-то одну из них, и вы действительно встретили свою судьбу. Артур, вы человек архи сложный, непростой, хитрый, с огромным опытом, битый. С вами тяжело. Девушка не просто должна быть красавица, как Надя Грановская. Она должна практически жить, мне кажется, по вашей системе ценностей. Если шаг вправо или влево, сначала вы будете показывать свое, выказывать недовольствие, а потом сделайте все так, чтобы она ушла. Лариса права. Сразу было подмечено, что он очень опытный, у него большой жизненный опыт. Я могу сказать, что Артур очень гармоничный, действительно искушенный человек. Гармония состоит в том, что Луна и Венера находятся в водных стихиях. Это говорит о том, что человек точно знает, какую женщину ему нужно. И действительно, эта женщина в водной стихии похожа на Надежду. Вот посмотрите, длинные темные волосы, большая грудь, пластичная, плавная. Она подходит, вот сделала, да? Она медленно, плавно разговаривает. Как она сидит в кресле, посмотрите, она растеклась в кресле. А теперь кто в краску? Овин. Хотя овин. Но, возможно, что Венера находится в знаках рыбы, например. То есть водная стихия чувствуется. Лидусь, а если не встретит вот такую вот мягкую? Я хочу сказать еще, какая женщина нужна. Женщина нужна. Женщина-мама, но главное, женщина-любовница. Секс очень важен. Вот. Потому что скорпион – сексуальный знак самый. Ну, Лариса, ты тоже любишь секс. Я думаю, ты ему подойдешь. Так. Встречайте невесты. Добрый день, Артур. Я Ольга. Здравствуйте, красавица. Очень приятно. У тебя маленький цветочек. Спасибо. У вас королевское имя. И я хотела бы быть вашей королевой. Хорошо. Хорошо. Ольга, 38 лет. Руководитель колл-центра. Увлекается йогой и латинскими танцами. Предупреждает, что имеет татуировку на руке. Мечтает научиться танцевать аргентинское танго. Первый муж Ольги был патологически неверным, а второй бездетным. Надеется, что Артур – настоящий мужчина. Вы действительно подходите под описание Артура, что уже приятно, правда? А что в вашем понимании патологически неверный? У меня была такая ситуация в жизни. Мой первый муж был мне, как потом я узнала, уже неверный. Ребенок был? Да, у нас был сын. На тот момент, когда я узнала об этом, сыну было два года. А это ее мама, да, я так поняла? Или это ее тетя? Да не важно, Лариса. Мне кажется, это ее подруга. А что же это за подружка, которая вам открыла на его глаза? У меня было много друзей и знакомых, которые об этом говорили, что встречали моего мужа в ночных клубах с разными девушками. Надь, Рос, Лид, вот как вы считаете, нужно открывать подруге глаза? Вот я считаю, что нет. Я тоже считаю, что нет. И спишь, а потому что все равно виновата потом же будешь. Да, в моей маме все же никого не своди, никого не разводи. Всегда будешь крайней. Вы знаете, я никому не верила, я говорила, что это не о моем муже, что мой муж мне не может изменять. И вы до пары до времени закрывали глаза, пока однажды не увидели его? Да, я сама увидела это. Я ездила по делам своим и увидела его, как он сидит в машине и целуется с девушкой, обнимается и целуется с ней. Для меня это был шок. О, это самое страшное. Вы подошли, открыли дверцу? Нет, я не смогла этого сделать. Вот вы на ватных ногах поднимаетесь к себе домой, он приходит, как ни в чем не бывало. И вы что? Я собрала документы на развод. А почему сначала не поговорили? Почему не спросили? Он отрицался, он сказал, что я слепая, что мне показалось. Ну, может быть, и стоило сделать вид, что показалось? Возможно. На сегодняшний день я, наверное, так бы и сделала бы. Тогда мне было всего 23 года. Я не смогла справиться с этим. Я подала на развод, но в течение месяца, который нам дали на раздумье, так как у нас маленький ребенок, нам дали месяц, он вел себя идеально. Это был идеальный муж, он нигде не гулял, он был все вечера дома. Ну, вот видите. А вы как к нему продолжали выпиливать мозг? Я его любила. Я его любила. Вы его любили, и вы закрыли глаза на всю эту ситуацию? Да, я закрыла глаза. Я со временем приняла такую позицию, что я действительно была слепая, и что мне все это показалось. Очень хорошо, молодец. Это водная женщина, водные стихи. Солнце в знаке рыб, Венера в знаке рыб. Это как раз тот сексуальный типаж, который вам подходит. А чуть-чуть рукает-то вас. Все это время я не работала. То есть он так хотел, чтобы я не работала. И когда ребенку уже было почти 3 года, я издевила желание выйти на работу. И я вышла на работу. И вот однажды я возвращалась домой, вот один вечер, я была счастлива, потому что я на людях. Почему он в ванной-то вакшиваю? Я не знаю, почему именно там. То есть вы принимаете ванную, не закрыли дверь, он заходит и начинает вас дышать. А я никогда не закрываю дверь. И начинает вас дышать. Да, он просто начинает меня топить. Трезвый? Я не могу сказать, он был трезвый или он был в каком-то состоянии. Причина в том, что я пошла на работу, что я ослушалась его. А это уже не только дебилет. Она очень эмоциональный. По-моему, у нее пошаливают. Ну, он ей один раз что-то скажет, она в слезу убежит. Да, да, да. Как выжили? А у меня была единственная мысль, мне нужно выжить. У меня ребенок там, за дверью, у меня ребенок, мне нужно выжить. И я собрала все силы, вот воздуха, за сколько у меня было. Я просто затаилась под водой, а ногой я выталкивала пробку из ванной. Моя девочка. О, гад. Посадили, наверное, его, сволочь такой. Нет, что вы. Как? Он вас чуть не убил. Ну, я не заявляла на него. Почему? Потому что водная женщина терпит, терпит и прощает. Я просто, ну, даже не ушла, я просто ему сказала, чтобы он уходил. Мне ее очень жаль, у нас с ней похожая история, то есть она остается тоже одна с маленьким ребенком. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Лидия ответят на ваши вопросы в любое время. Через несколько минут мы встретимся с вами. Пока реклама. У вас появился следующий мужчина. Да. Мы были уже давно знакомы, были давно знакомы, и через 10 лет мы с ним встречались снова. Он стал ухаживать со мной. В 10 лет. Расстались, потому что не могли забеременеть, он был бесплодным, да? Да, мы не могли иметь детей. А вы хотите еще ребенка? Хотелось бы. Вот вам сейчас 38 лет. Вы считаете, что не поздно, если у вас все срастется с Артуром? Я считаю, что вообще можно рожать до 45 лет. Вообще я могу сказать, что по прогнозам, в принципе, и у Артура, и у Ольги могут быть еще дети. И это даже довольно-таки скоро, это 15-16 год. Если бы мне сразу же после какой-то промежуток времени, хотя бы через месяца три, появился у меня мужчина, мне кажется, было бы легче. Я бы это легче все пережила. Я думаю, что ты бы не приняла другого мужчину, у тебя такая была сильная боль. У меня есть информация о том, что когда у вас плохое настроение, вас лучше не трогать. Это что значит? Вы на людей бросаетесь? Или об стенку головой бьете? Или уходите куда-нибудь? Плохое настроение, это когда просто после работы, уставшая, ну вот просто хочется помолчать. Не надо со мной в этот момент разговаривать. Он тоже будет молчать в этот момент. Просто общаться не нужно со мной. Я хочу помолчать 5-10 минут. А это достаточно мне просто сказать, я хочу помолчать. Была молодец, что об этом заговорили, потому что в браке это очень важно. Хочу отметить, какие положительные качества. Луна находится в знаке Девы, то есть Ольга поддерживает порядок в доме. В доме чистота, уют, комфорт, все постирано, поглажено, отмыто. Это уже очень важно. А давайте проверим. Для вас, наверное, это важно. Маниакальная чистота, это у нас есть ролик. Давайте. Привет, меня зовут Ольга, и мое утро начинается с зарядки. Я слежу за своей фигурой и за своим здоровьем. Веду здоровый образ жизни. На работу забираюсь достаточно быстро. И почитаю офисно-деловой стиль. При этом стараюсь оставаться женственной и элегантной. Все мои родственники и друзья отмечают, что я вкусно готовлю. Прогулка на свежем воздухе – это отличный заряд бодрости на весь день. А осень – это пора любви. А вот роскошная презентация, роскошная, одна из лучших. Мне кажется, что она ему не очень. То есть так, приятная женщина. Надюш, ты так смотришь внимательно на Ольгу. Есть какие-то вопросы? Видишь себя? Нет, я себя не вижу. Я не могу сказать, что я совершенно другой человек. Я тоже люблю готовить. А ты бы простила, не дай бог, такую ситуацию? Ты знаешь, я бы тоже не обратилась, честно говоря, ни в какие органы. Но, поверьте, девочки, его жизнь наказала за его поступок. Он и так наказан. Я уверена, что у него ничего не сложилось. И, поверьте, не сложится. И на этом точка. А что касается непосредственно вас, конечно, вы очень женственна. Вы увлекающийся человек. Это заметно, это видно. Вы сексуальна. Вы хозяйка. Вы прекрасная мама. Она сейчас все вопросы задаст, девочки? Может быть, к тебе будет меньше приставать? А мне интересно посмотреть на сюрприз. Можно? Как много тех, с кем можно лечь в постель. Как мало тех, с кем хочется проснуться. И утром, расставаясь, обернуться, и помахать рукой, и улыбнуться. И целый день волнуя ждать вестей. Ну, как-то грустновато. Я прямо сейчас заплачу. Как мало тех, с кем можно помолчать. Кто понимает с полуслова, с полувзгляда. Кому не жалко год за годом отдавать. И за кого ты сможешь, как награду, любую боль, любую казнь принять. Вот так и вертится вся эта канитель. Легко встречается, без боли расстаются. Все почему? Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель. И мало тех, с кем хочется проснуться. Мы мечемся. Работа, быт, дела. Не вышла до конца у нее эта боль, видишь? Спасибо, дорогая. Спасибо. Это было очень трогательно. Проходите. Вот такая тонкая, трогательная, трогательная. И внутри чистый человек. Я не знаю, как с вами получится или не получится, но уж не обижайте. Но при этом, извините, Лариса, она очень сильная. При этом, при всем, она сильный человек. Артур шикарный мужчина. Он слушал твои стихотворения, он даже не мигал. Ну вот, что касается астрологически, я считаю, что совместимость очень хорошая. Дело в том, что есть несколько показателей. Например, ваша Луна находится в знаке рыб, а ее Солнце, Венера, Меркурий тоже находятся в знаке рыб. То есть вы, в принципе, очень хорошие совместимы. Артур не Ольгин совершенно мужчина. Абсолютно могу сказать это точно. Потому что ей нужно дать пространство для творчества. Она без этого жить не может. Дышать не может? Артур не даст. Почему? А потому что ему нравится, когда женщины покорные. Оля, он не заметил, что ты страстная женщина. И я вот думаю, что... А я не пыталась показать изначально свою какую-то другую страсть. Это не та обстановка. Но у вас есть три бонуса. Вы можете узнать скелет в шкафу, семейную тайну, либо пообщаться с ней в течение минуты наедине. Что выбираете? Я выбираю свидание. Пожалуйста, мы вас ждем. Проходите. Мы пока последующим. Я хотела бы узнать у вас... Вы указали, что хотели бы, чтобы ваша женщина не работала. Как вы отнесетесь к тому, если я все-таки буду работать? В принципе, это как бы не аксиома. Если женщина будет работать и успевать все по дому, то я буду, в принципе, нежно там забрать. Если будешь успевать и там, и там, как бы, да. Отлично, я все могу успеть. Мне было, чтобы только я работаю. Я вот пришел с работы, устала, вообще-то, вообще-то, посуду вот такие. Ну, посуду я беру на себя. Что он все плачет и плачет? Прямо даже смотреть на нее. Ну, женщины... Ну, послушай, мы все разные, слава богу, потому что если бы мы были так уже... Что-то у вас, Роза, много претензий. Одинаковые. Все люди разные. Я же не ху хочу хорошую невесту найти. Вот вот моя задача. Что-то вам интересно обо мне узнать. Ну, ты... В смысле, один раз была замужем, да? В смысле, как бы, да? Два раза. Два раза? Два раза была замужем. Один ребенок, а за два года? Один ребенок, да. Послушайте, но он тоже старче, 52 года, хочет гулять по буфету. Ему Грановскую подавай. Пусть посмотрит на себя. Ну, пусть помечтает хоть немножко. Ну, пусть помечтает. А вот на такое, как у Ольги Грузи, чего не мечтать-то? Красавица. Ну, поплачет она. И, значит, и к нему будет жалостливый, и к его детям. Что-то еще интересного вам обо мне узнать? Ну, я думаю, у нас будет. Мы еще продолжим, как бы, общаться, как бы, да. Замечательно. Артурчик, мы вас ждем. Мы вам помыли кости. Довольны пришли. Но как при таком вот общении тет-а-тет? Ну, все сложно, конечно. Так сразу очень трудно что-то сказать. Но я думаю, что... Ну, нравится? Честно. Как женщина, внешне она приятная, как бы. Ну, чуть сентиментально, это даже где-то и плюс, как бы. Я думаю, что нужно с ней поработать дальше. Ну, мужчинам нельзя изначально душу открываться. Нельзя. Вечер, не если. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Артур. Меня зовут Лара. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня королева буду я. У тебя маленькие цветочки. Очень приятно. Очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Работает администратором в салоне красоты. Любит пляжный отдых и горнолыжные курорты. Увлекается флористикой. Мечтает открыть массажный салон. С размахом отметив розовую свадьбу, муж Ларисы собрал вещи и ушел к другой женщине. Надеется, что Артур – надежный мужчина. АПЛОДИСМЕНТЫ Ларочка, смею предположить, что годовщину свадьбы отмечают в основном счастливые пары. Что же такого произошло, что вы после такого торжества подали на развод? Мой муж стал бизнесменом. И все как бы ушло в деньги. Очень красивая девушка. Ну, королевой будешь ты. Ларочка, а свадьбу отмечали с размахом? Прямо на рублевке? Подарил кольцо с бриллиантом? Было кольцо с бриллиантом. Было очень много друзей. Желали и детей, и желали расширения. Я даже думала, что частично друзья знали даже, что происходит. Параллель, да? Да, что в течение уже как бы года он уже мне изменял. Какой ужас, господи. Тоже женщина с непростой судьбой. Ларичка, а признался он сам вам? Или друзья опять нашептали? Да, признался он сам. Для меня было шоком. Вот прям после этого торжества практически сразу? Нет, через три месяца. Что сказал? С какими словами пришел? Я бы сказал, что, дорогая, извини, ты мне мешаешь с бизнесом, ты меня тянешь вниз. И я бы хотела... Вы что, не ухаживали за ним? Как тянете вниз? Не знаю. Я вот эти слова его не поняла. Ну, может быть, так как бы... Не вдохновляла, наверное. Да, может быть, я не вдохновляла, хотя я во всем ему помогала в бизнесе. И мы все делали вместе. А бизнес какой? А бизнес... Праздники. Организатор праздников корпоративов. У вас волосы дыбом. Вы говорите, ты что, милая? Я была, вот если честно, да, только начали хорошо жить. Ему стало неинтересно, он смотрит на ведущего. Ларису, да, посмотрит. Он на Ларису посмотрел, потому что она разговаривает. Ну, вы как-то попытались с ним поговорить? Ларочка, вы же мудрая, взрослая женщина. Сказать, я понимаю, тебе сейчас тяжело, ну давай как-то... Сохраняли брак? Я очень сохраняла брак. А как вы его сохраняли? Я пыталась, я просто его как бы умоляла. А в себе пытались что-то изменить? Да, ну вот на тот момент я немножечко совершила ошибку, то, что я была вся в ребенке. Вот, и поэтому как-то получилось, что... Мужчины редко такую конкуренцию выдерживают. Да, да. Мы не боимся конкуренции, потому что... Вот, да, я не знала. У нас нет конкуренции. У вас еще был мужчина, да, после него, с которым вы жили до суток? У меня еще мужчина, уже после брака, вот. Ну, я как бы не хотела особо с ним общаться, потому что он был женат. Ларичка, извините, перебью вас. Такой напряженный сидит Артур. А вы в салоне, чем вы занимаетесь вашей специальностью? А у меня все, я и... Массаж умеете делать? Да, массаж. Вот такой напряженный. Смотрите, он прям сидит весь. Я вижу, что... Может быть, мы так поговорим. Если говорить, а руки делают, может быть, что-то там ему вы... Да, да, это будет моим сюрпризом. А, ну тогда покажите. Я хочу сейчас прям проходить. Спасибо, прошу. Ну, они мне предлагали делать массаж Артура. Ларис, и что тут мужчина? Тут мужчина... Какой мужчина? Второй. Ой, смотри, взялась за голову. Все. И уже какой мужчина? Все. Энергетика положительная. А может, если вы ему делали вот такие примочки? Ну, на тот момент я еще как бы не особо этим так... Потому что если бы делал, он бы никуда не ушел. Правда? А правда есть такая точка, его можно включить, и раз, сексуальное возбуждение. Выключил. И это... Это в зоне поясницы есть. Ну и чего пользуетесь? Покажите розе, где она. Есть в зоне поясницы. Нет, я как бы ни разу не пользовалась. Сейчас нажмет на точку, и все. Все. Ты мой, да? Хорошие точки. Майонез Махеев с лимонным соком. Махеев. Вкусно каждый день. Чем закончились вторые отношения? А, вторые отношения... Он очень за мной хорошо ухаживал, очень прям такой... У него было очень плохо с женой. Но был женат, это остановило? Да, он был женат. И меня еще остановило то, что у него был очень маленький ребенок. Вот, он пришел через три месяца с вещами ко мне. Вот, но я сказала, извини. Вот. Может, у меня была с ним любовь. Я любила его. Любила, и он пришел с вещами. И вы сказали, пожалев его жену, возвращайся к ним. Если бы он любил и хотел свою жизнь, он бы к вам не пришел. После того, как он пришел через три месяца ко мне с вещами, мы еще с ним прострещались ровно год. Что ж за жуткое платье у героини? Ну, посоветуем. Ну, все, хватит, а то уже мы расслабились. Проходите на место. Как вам, Артур, как ощущения? И какие вы привереда. Я бы уже сказала спасибо. Дай телефончик, приду. Я оставлю карту свою, конечно. А, Ларисенко, а вот муж у нас был не бедный. Да. Что попилили пополам? Ничего. Вы ему что, все оставили? Нет, они договорились на сумме фиксированной. Да, я не брала алименты. Да, у нас была фиксированная сумма. А тут дом был у вас? Нет, мы жили на моей же площади все 10 лет. А что же за богатство у него такое? Я никак не могу видеть. А машина хорошо. Машина, сколько машин у вас? У него бизнес начал появляться. Последние три месяца наши... Вы попилили бизнес? Нет. Сейчас у вас все хорошо, свой салон. Ну, как... Девочки, все понятно, спасибо. Проходите в свою комнату, дайте нам вас обсудить. Спасибо. Ой, вообще так здорово. Надюш, вот я иногда смотрю на женщин, вот все в ней так. И стать, и красивая, и нежная, и умная. С мужчинами не получается. Мне кажется, причина в Ларисе. Вот что-то в ней, что-то в ней не срослось, не удержала ни первого. Вторая история неубедительная для меня. Ну, звезды нам потом расскажут. Да, но ты знаешь, Лариса, жизнь, в принципе, это игра на самом деле. И нужно это очень четко понимать. Я не говорю о том, что нужно из себя что-то пытаться делать. Наоборот, как раз нужно быть достаточно естественным человеком. Мужчинам очень нравится, когда их держат в тонусе. Может, они, их иногда подначивают, но тем не менее, им все равно хочется домой. Когда он где-то кого-то, какую-то другую увидел, он знает, что там у меня же сидит такая. А если дома сидит такая и посвящает всю себя исключительно детям, и вечно замутанная, и ей уже не дам уже. Это дело, что женщина вот в этом как раз должна в самой себе прежде всего разобраться, найти некий компромисс, все-таки полюбить себя, а потом уже выстраивать как бы свою жизнь, Лариса. Я сделала выводы, и я буду теперь самая лучшая, и у меня будет самый лучший мужчина. Ну, как бы женщина с опытом, как бы умудренная. Трудно сейчас что-то сказать. Не произвела впечатление на вас? Как человек, да. Очень хороший человек. А как женщина? Как женщина надо опять с ней работать. Я так и знала. Я так и знала. Роза, о тебе? Ну, как женщина, она произведет впечатление тогда на нашем сайте двое.тв. Привередливая, однако, оттуда. Привередливая, да. Наверное, массаж его просто сильно очень расслабил и затмил ему мозг моей красотой. Если говорить астрологически, Венера в соединении с Сатурном в секстиле с Меркурием. Это говорит о том, что женщине нужен больше друг и партнер, нежели любовник. Ты всегда сексуальная такая. Я не согласна с этим. Осталось два бонуса. Скелет в шкафу и семейная тайна. Я выбираю скелет в шкафу. Пожалуйста, ваше право. Может, не надо? Надо. Зачем? Приятница. Ох, какое вы любопытное. Что там? Стоило, стоило ради такого скелета. Да. Что там такое? Это не скелет, это скелетище. Это скелетище. Любят вкусно поесть на ночь. А незаметно, в чем душа текется. Прямо. Да. Можно вы кусты? Это я считаю, что это мой минус, но при том, при том, я... Потому что это минус, многие так делают, Лариса. Ну да. У вас есть еще одна невеста, и вы можете с ней пройти и познакомиться. Можете не знакомиться. Нет, обязательно познакомиться. Спасибо. Диана, 37 лет. Джазовая певица, педагог по вокалу. Любит готовить кавказские блюда и создавать в доме уют. Предупреждает, что не уснет с открытой форточкой. Мечтает родить сына и купить самолет. В прошлых отношениях Диана поняла, что не готова тратить свои лучшие годы на мужа-алкоголика. Надеется, что у Артура нет вредных привычек. Здравствуйте, девочки. Дорогие, что это? Так что у нас катит самобран. Давайте я выхаживаю. Так как я люблю... Это моя девушка. Я вам помогу. Так как я люблю готовить, я решила вас побаловать. Это неужели все сама? Это щавель, но на армянском называется авелюк. Это вам. Авелюк обожаю. А вы его сушеной, да, замачиваете? Да, обязательно. Обязательно. Не обязательно долго. Он еще проваривается. Бастома, судю, но это лучше отдать мужчине. Ой, ты посмотри, как она прям накрыла поляну. Слушайте, мир сошел в ума. Какой мужчина от такого мог отказаться еще и загулять и запить? Или это просто вот такая вот чистая закусь, когда рассказывает, Яночка, вы вышли замуж и не умели вот так прекрасно готовить? Я готовила всегда. Вот и вы ему вот это готовите все и говорите, сам Атанем, иди сюда, я тебе сейчас наку дам. А он лыком не вяжет, да? К сожалению, человек, который пил, не очень-то любил и есть. Какая у него профессия? Строительство. А, кушать, будешь? Спасибо, армянин. Да, конечно. Видишь, мужчина выпивал. Ну, тоже, тоже женская доля такая у нее. А родители его не пытались как-то, ну, не знаю, образумить и сказать, послушай, такая жена, где ты еще найдешь? Это, наоборот, мотива была против, только потому, что я по профессии певица. Ну, у нас было это обоюдно. Да. И какой джаз, какая сцена, нам нужна скромная домашняя девочка. Может быть, стоило родить, Диан? Я не склонна к внебрачным детям. Ну, я считаю, что у него разум возобладает, и вот этой едой его нельзя обмануть. Диан, и вот вы потратили год своей прекрасной жизни на одного единственного алкоголика. Но вам 37 лет, и я не поверю, что больше никого не было. У меня было, но у меня было это где-то к 19 годам. Да, мы жили вместе. Но был у меня гулёна. Я вот точно так же задавалась вопросом. Ему всё нравилось. У него мама жила в Америке. Я даже помню, соседка, которая жила напротив нас, приехала с Америки, рассказала, что он хвалил тебя, говорил о всех твоих положительных качествах. Артур, а как вам вот деятельность Дианы, вот то, что она джазовая певица? Не будете ревновать? С ума не сойдёте? Нет, не сойду. В принципе, специально со мной как бы сам ни о чём не говорит. А вот давайте видео с работы посмотрим. И выехаем. Привет. Меня зовут Дина. Это моё рабочее место, где мы собираемся с моими учениками, занимаемся вокалом. Начнём наш урок. Не слышу тебя. Уроки по вокалу закончились, и время заняться собой. Выси-попрессивайте. Ещё раз. И. Ещё раз. И. У нас скрыто получилось. Класс. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты парней, ты видела? Я в мужу вообще бы не отпускала. Парни, к сожалению, уже заняты. То есть она, видишь, шортика себя сняла, подкормила Артура. То есть прям, ну, всё, всем угодила. Диана, есть ощущение, что кто-то так, что такое уже уходит, и нужно поторопиться? Ну, например, как рождение детей. Очень люблю детей. Очень. И заметила за собой, что они меня тоже любят. А вы мыслите себе, мыслите, что не будете рожать, что поздно, что уже время прошло? Нет, абсолютно, я об этом не думаю. То есть ещё хотите и успеете? Я ко времени отношусь, знаете, как-то, что она для меня не существует. Я живу в ней в режиме. Пожалуйста, но вы же живёте на планете Земля. Да. Поэтому существуют биологические какие-то часы. Я верю в чудеса. Ну, вы себе ставите такую задачу. Конечно, обязательно. Не старого для вас, Артур? Честно. Я думаю, что чем опытнее мужчина, тем с ним интереснее. Он поведёт меня за собой. Ну, у него всегда, кстати, вот лицо какой-то вот без эмоций. Да, без эмоций. Ну, он мужчина серьёзный, зачем ему лишние эмоции? Так просто зачать ребёнка не получится. Придётся поработать. И даже могу сказать, что больше нет, чем да, на самом деле. Что ваше... Я не согласен, потому что берётся не по цифрам в паспорте, а берётся по гинокоду. Я тоже согласна. Нет, ни в коем случае. Я говорю сейчас не о цифрах в паспорте, а о определённых связи планеты, периодах зачатия, которые есть в вашей карте. Просто вы скорее будете заниматься... Вот посмотрите, 15-16 год больше своим здоровьем, нежели... Артур, вы любите ребёнка. Всё у вас получится. Оля, только у тебя вышло. Астролог сказал, что у вас предвидится в 15-16 году пополнение в семье. Вы будете ревновать Диану? Потому что если она не будет гастролировать, если она не будет выступать, наверное, и в ночных клубах приходится, да, и ненормированный рабочий день, и ждать придётся. Под неё тоже подстраиваться. Сможете? Ну, большой вопрос. Нет, послушай, я такого заковыристого жениха ещё не встречала. Большой вопрос. Я могу сказать, что и Диана не сможет сидеть дома, потому что творчество – это дело её жизни. Она будет заниматься здесь всегда. Это мы ещё не слышали, как она поёт. Она прекрасно поёт, я могу вам заранее сказать. А может быть, ну её замуж? Может быть, так родить ребёночка? Мы с Розой поможем испытать. Ну, если только вы будете крёстными мамами. Я молодым, мы будем. А то сидит ещё там что-то, да, выкобиливается. Вы смотрите, красавица. Как угостила, всё схомячила, а сейчас ещё... Зачем вкусно, я, в общем? Конечно, вкусно. Послушай, потрясающая женщина, потрясающая. Дианочка, я думаю, что какие-то были ваши ещё внутренние противоречия, с чем-то вы не могли мириться, общаясь с мужчинами. Что в них было не так, что раздражает, что вот прямо выбешивает? Ну, кроме алкоголя, естественно. Я ищу более спокойного человека, который уже осмысленно подходит к жизни. Пусть мы в ресторанах готовим пищу. Ты думаешь, она не сама готовила? Дианочка, а что мы форточку-то на ночь закрываем? У нас что? Голос. Бережём голос. Бережём голос. Нельзя. Слушайте, так много говорим уже о голосе и о творчестве. Может быть, послушаем? С удовольствием. Благодарю. С удовольствием. Мне кажется, ради семьи она не бросит карьеру. Не плачь, Зайка. Только не плачь. Спасибо, прекрасная Диана. Проходите. Вы недостойны ни одной из этих невест, особенно с Дианой. Просто разозлили меня. Ну как можно? Девушка для вас поёт. Поёт так, что шерст дыбом. Стоит вы сидите и идите. Молодец, Лариса. Да, да, да. Она чётко всё замечает. Она даже посмотрела на него, когда я пела. А у него был безразличный взгляд. Какая вам Горановская? Вам нужна такая же жестокосердная, такая же квадратно-гнездовая, без сантиментов. Хочется, чтобы такая попала, чтобы она вас... Диана, конечно, нет. Она талантливая. У неё голос. У неё не мужчина будет на первом месте, а он, соответственно, будет морочиться. Его подышать захочется форточку, а она говорит, нет голоса. Разные они. Вот и всё. Но если говорить о Диане, то действительно, она человек творческий, и это дело её жизни. Ей нельзя в этом мешать. Она не сможет уделять вам столько времени, сколько вы хотите от женщины. Но я не соглашусь с Ларисой, что нельзя никого рекомендовать, и что вы плохой жених. Вы очень глубокий человек. Вы очень цельный человек. И если вы любите, вы можете жизнь свою отдать за человека, которого вы любите. Ты поздравилась с Ларисой. Я все в сердце. Мы будем с ней дружить. Это самое главное, да. У вас остался один бонус. Вы можете узнать семейную тайну Дианы, если захотите. Хотела бы узнать семейную тайну Дианы. Да, Дианочка, иди расскажи, милая. У меня есть приветствие от мамы из Еревана. Я бы хотела, чтобы она прокомментировала, поприветствовала вас. Вас, Артур. Давайте. Артур, я рада познакомиться с вами. Но, к сожалению, меня сейчас нет там рядом с вами. Я очень люблю мою доченьку Диану. Она умная. Она талантливая. Она знает, как вести себя со взрослыми и с детьми. Ее очень любят все наши соседи и друзья. Я вас приглашаю к нам в Армению, в Ереван. Вместе с вами я желала бы, чтобы приехала и наша любимая Лариса Гузеева, чьи передачи я никогда не пропускаю. Дианочка, конечно, от осинки не родятся апельсинки. Только у такой прекрасной, интеллигентной мамы могла родиться такая светлая доченька. Проходи. Спасибо. Дорогая моя, Варановская Надечка. Я больно. Что советуешь жениху Артуру? К кому пойти? Я никому не советую пойти, потому что это абсолютно не его судьба, не одна из этих девушек. Как, собственно, и девушки, совершенно нужны другие мужчины. А если он к 50 годам не понял, что надо смотреть во внутренний мир женщины, то как бы что еще? Вам нужна женщина, которая четко знает, что она хочет семью, она хочет детей, она хочет ухаживать за своим мужем. Вот. Вот и все. То есть женщина, которая может не работать, может работать, но, тем не менее, работа для нее не первостепенна. Вот. Поэтому я все-таки... Но вам нужно поменьше все-таки обращать внимание на внешность. Кумиры это одно, Артур, да, безусловно. Но вы стараетесь в женщине еще искать какую-то другую нотку, какую-то другую окраску, а не просто там большая грудь, я не знаю, длинные ноги и так дальше и тому подобное. Я думаю, либо меня выберет, либо вот... Если вы как женщина, можно... Нет, только тебя. Вот сегодня какая-то Артурочка метаморфоза произошла. Вы так расслабились и показали, какой вы есть на самом деле, в общем-то. Поэтому выбирать придется нашим невестам, видя то, что они будут иметь каждый день. Я, конечно, Оленьку. Пусть плачет. Творчество ей поможет не замечать ваши недостатки. Оля. Человек, черт, вы не жалко, ты сама не пошла. За него бы не пошла бы, нет. Ну, у нас все недостатки выковырили, а о достатках нам не дали даже возможности сказать. Ну, если говорить астрологически, конечно, весь ваш интерес забрала надежда. И вы не смогли почувствовать наших героинь. Но я бы вам советовала, Ольгу, у вас действительно очень хороший союз может получиться и очень хорошая совместимость. Ольга. Да. Тебе понравился Артур? Да, очень хороший мужчина. Думайте, у вас есть несколько шагов, которые разделяют вас с потенциальной невестой. Мы вас в любом случае поддержим. Проходите, куда вы решили. Первая невеста, вторая, третья, четвертая, где вас никто не ждет. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте свои отклики с их номерами на сайт Первого канала. Я Марьяна, мне 21 год. Учусь на менеджер, работаю моделью. Люблю танцевать и спорт. Если ты воспитанный, состоятельный и красивый и хорошо танцуешь, приходи. Я тебя люблю. Мы не знаем, вы здесь Артур один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти и поддержать его. Сегодня у нас снег, парень. Не грустите, настроение нам поднимет Надежда Грановская. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не в теле, а в душе Не ходи за мной, не ходи Страсть сильна, но она снаружи Нами волнует, что впереди Мороз покожет дольше, если глубже Друг без друга мы пополам Почему мы тогда, как пополам? И танец непрекаянный в тел Лишает разума сразу и мамба На свете жизнь без любви я Такая вот философия На свете жизнь без любви я Такая вот философия Ху-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-нау-на У вас у всех по женской линии большая грудь и узкая талия. Скажите, что у вас теперь эрогенная зона интеллект у женщины. Вот, кстати, ты одна из них. Я сначала почувствовал её запах, а потом уже увидел её. Вы превратились практически в собаку. Да. Вечером я надела спортивную форму, кроссовки, вышла на охоту. Если мужчина по запаху выбирает, я-то здесь при чём уже? Я когда-то тоже садился в шпагал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова